Продать квартиру в зоне АТО реально ли это? Долгое время оформить сделку с недвижимостью, которая осталась в неподконтрольных властям Украины и регионах Донецкой и Луганской областей, было невозможно. Многие переселенцы оставили свои квартиры и дома в опасной зоне и не собираются возвращаться. Поэтому проблема продажи недвижимости остается максимально острой. А вот изменилась ли ситуация после признания части Донбасса оккупированной, нам рассказал адвокат Евгений Кузьмин. 17 марта 2015 года Верховный Совет Украины принял постановление, согласно которому признал временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей. Теперь стало людям в принципе проще и появилась возможность переоформить свое недвижимое имущество. Для этого им необходимо выехать на подконтрольную Украине территорию и там уже у любого либо частного, либо у государственного нотариуса люди имеют право заключить сделки, купли-продажи, дарения, мены и так далее. До этого времени в Донецке нотариусы могли только лишь выдавать доверенности, выписывать. Других полномочий у них не было. Ну, здесь есть какие-нибудь подвижки. А вот, кстати, в Крыму таких подвижек нет. Довольно сложно там продать жилье, а потом доказать государству Украины, откуда у тебя взялись деньги. Продолжение следует...